Здравствуйте! Хочу сегодня предложить вам вместе со мной сплести вот такое вот колечко. Смотрится оно очень нарядно, торжественно. Плетется довольно просто. Вот. Я вам сейчас покажу, из каких материалов это все сделано. И покажу, как это делать, колечко плести. Вот смотрите, я использовала вот такой вот искусственный жемчуг. Ну, у него не 3 мм, но и не 2, а где-то 2,5 мм. Вот. Вот такой вот бисер я использовала. В одном из прошлых видео я плела из него колечко. Это японский бисер, но, к сожалению, размер уже здесь где-то он стерся. Вот. Но если вам будет интересно, я оставлю в описании его номер. Вот. Что еще здесь я применяла? Биконусы. Черные биконусы 4 мм. Вот такие вот черные биконусы. И одна бисеринка синего цвета. Вот. Ее такой номер. Прямо, ну, буквально светящийся такой бисер красивый. Вот смотрите, вон одна маленькая бисеринка создается такой прямо светящийся эффект. Вот. Плела я на... Так как у меня здесь бисер темного цвета, я применяла вот такую вот мононит черного цвета. Ну, а мы с вами сегодня будем делать немножко из других материалов. По размеру они такие же. Вот эти гематитовые бусинки тоже между 2 и 3 мм. Биконусы 4 мм. И бисер 10 размера. Вот такой вот. Ну, номер тоже я не знаю. Ну, и также нам понадобится одна из бисеринок. Любого можно цвета, но я решила, наверное, поставить опять-таки синюю. Смотрите, как мы будем плести. Ну, нитку я брала... Ой, это, наверное, даже и длинная. Ну, на длину руки, если вы возьмете нитку, то я думаю, что вам хватит. Я, правда, не люблю на длинных. Я доставляла один раз. Ну, значит, смотрите. Для начала мы берем и нанизываем 6 бисериночек. 4, 5, 6. Это наша серединка колечка. Вот эта серединка вот из вот этих вот бусиночек, бисериночек. Вот этих 6 бисеринок наших. Вот мы их подтягиваем на конец нашей лески и завязываем колечко. Я не прохожу по второму разу, потому что в эти колечки, в эти бисеринки мы будем еще заходить несколько раз, чтобы не, как говорится, не сужать этот проход, дырочку. Вот. Просто завязываем, завязываем. Не очень туго, оно в процессе плетения это колечко подтянется, потому что, я говорю, мы будем несколько раз еще сюда везде заходить. Вот. Что мы делаем дальше? Ну, я пока не обрезаю ниточку, за нее пока удобно держаться. Дальше. Ну, вот я зашла, допустим, вот в ближайшую бисериночку, вышла и набираю я, смотрите, я набираю одну бусиночку, одну бисериночку и подтягиваю это вот сюда к колечку и захожу в бусинку, минуя бисеринку. и захожу в следующую бисеринку сразу, то есть иду по кругу. Вот. Теперь делаем все то же самое. Над каждой, над каждым, как промежутком между бисеринками у нас будет стоять бусинка и бисеринка. Набираем, подтягиваем, заходим обратно в бусиночку и сразу в следующую бисеринку. Делаем все то же самое. Так. Ага, не забываться, нужно заходить назад в бусинку, потому что такое есть соблазн зайти сразу в бисеринку. Подтянули. И у нас получается с вами вот такой вот симпатичный цветочек уже. Ага, вот видите, о чем я говорила. Очень хочется сразу зайти в бисеринку, минуя нашу бусинку. То есть мы заходим в бусинку, минуя бисеринку верхнюю, и сразу в следующую бусинку. Ну вот, и осталось нам поставить последний наш шарик, и наш цветочек будет готов. Так, вышли сюда, набираем нашу бусинку, бисеринку, подтягиваем, заходим в бусинку, и проходим в следующую бисеринку. Ну и так как у нас здесь узелочек, то давайте пройдем еще в одну бисеринку, для того, чтобы нам сейчас одеть серединочку цветочка, вот этот камушек, вот этот синенький, ну и здесь мы поставим синенький. Значит, мы прошли еще в одну, чтобы подальше от нашего узелочка. Набираем нашу бисеринку синюю, и смотрите, напротив этой бисеринки, вот стоит вот это, так, и мы заходим в эту бисеринку, но с обратной стороны, вот сюда, не знаю, как видно, нет, сейчас, секундочку, вот так. Видите, наша нитка выходит вправо, а мы заходим с левой стороны в бисеринку, которая напротив нашей бисеринки, из которой вышла нитка. Подтянули, и теперь заходим, смотрите, заходим опять в эту бисеринку синюю, и должны мы зайти в эту же бисеринку, но только мы заходили, нитка выходила справа, а мы должны зайти с левой стороны в эту же бисеринку. То есть получается мы вот эту нашу серединку прикрепили как будто бы крест-накрест. Вот смотрите, теперь я захожу в эту бисеринку и поднимаюсь сразу в наш шарик и выхожу вот сюда. Вот, и захожу в первое колечко, ну не колечко, а в первую нашу вот эту вот бисеринку. Вот, смотрите, какой у нас получилось симпатичный цветочек. Дальше, что мы делаем? Здесь я решила поставить красные биконусы, ну это так, чтобы и не повторяться с одной стороны, ну и посмотреть, может быть оно, даже что-то у нас эффектное получится. И между каждыми вот этими бисеринками мы просто вставляем биконус. Как я и говорила, плетется все очень быстро и очень красиво и очень просто. То есть между каждой бисеринкой нашей мы вставляем биконус. От того, что вот здесь расстояние больше, чем биконус, я пробовала сделать, подставить сюда дополнительную бисеринку, но получается не так красиво. Смотрите, от того, что расстояние больше, чем длина всех биконусов вместе взятых, наше кольцо приобретает, видите, оно сразу приобретает такую, как выпуклую немножко форму. Ну и осталось поставить наш последний биконус. И мы подошли к тому, что нам нужно теперь плести. Так, ну теперь мы давайте, наверное, вывернем мы... Так, обрежем теперь уже эту нитку, чтобы она нам не создавала ненужного. Вот, и смотрите, вот наше колечко уже почти... Видите? Ну, конечно, может быть, конечно, сочетание цветов не дает такой эффектности, как... Но зато так оно лучше видно. Так, и смотрите, что мы делаем дальше. Вот я здесь делала вот такой вот широкий ободочек. Но вот уже в процессе, так сказать, одевания целого колечка, я поняла, что такой широкий, наверное, здесь даже не нужен ободочек. В прошлом видео, где мы плели колечко, я делала сплошной ободочек на 4 бисеринки. Вот, ну а здесь, вот смотрите, я вам расскажу, если вы захотите сделать широкий, вы сделаете широкий. Здесь я набирала, смотрите, вот эти бисеринки, вот эти вот от биконуса, это те, которые у нас... Вот они, вот эти розовые, так? Вот. Еще к ним я набирала, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, в итоге у нас получилось вертикально три, три и три, девять. Ну, а теперь я хочу сделать вот что. Вместо вот этих вот трех бисеринок заузить на одну, чтобы у нас вот наш ободочек был на одну бисеринку уже. То есть, мы будем набирать здесь две, две и две. То есть, шесть бисериночек. Значит, набираем. Раз, два, Три, четыре, Пять и шесть. Вот. И смотрите, заходим сразу вот сюда, в следующую бисеринку. Вот нитка наша выходит. Мы заходим в следующую. Так, ну и, знаете, чтобы наше кольцо постоянно не надо было его придерживать и давать ему форму, мы сейчас немножко пройдем вперед и завяжем. Смотрите, мы идем дальше. Заходим в следующий биконус, в следующую бисеринку. И давайте мы вот здесь завяжем узелочек, чтобы уже наше кольцо было в той форме, в натяжении, чтобы имело форму. То есть, мы подходим под нитку, подтягиваем и завязываем узелочек просто-напросто так. Ну, предварительно хорошенечко подтянув, чтобы уже не пришлось нам каждый раз поддерживать. Смотрите, вот наше колечко имеет такую немножко выпуклую форму. Мы подвязали, можем еще немножко, для верности, еще один узелочек завязать. Или давайте его завяжем вот тут, под следующим, чтобы уже не было толстого узла, чтобы еще раз можно было пройти. В эти бисеринки. То есть, я обычно всегда подвязываю, потому что, чтобы мне не нужно было держать форму. То есть, мы подводим нитку, заходим и подвязываем так. И хорошенечко подтягиваем. Вот, и мы с вами пришли. Смотрите, вот наш ободочек мы сделали здесь. Теперь мы набираем, делаем то же самое, 6 бисерин набираем на эту сторону. Так, раз, два, три, четыре, пять и шесть. И заходим точно так же вот сюда, в эту бисериночку. И пошли дальше по кругу, возвращаемся мы к этому вот. Так, что у нас тут случилось? Ничего, все в порядке. Так, это мы ниточку нашу, чтобы не путаться. Вот она наша ниточка. Так, вот наши шесть бисерин мы набрали. Видите, у нас такие ушки у колечка получились. Дальше мы идем, подходим вот сюда к этому вот нашему первому ушку. Смотрите, то, о чем я говорила. Раз, два, три. Так, и здесь раз, два, три. И вот эти вот две бисеринки, это будет, значит, наша вот такая поперечная поворозочка. Смотрите, что мы делаем. Мы проходим в эти три бисеринки. Проходим в эти две бисеринки, которые будут нашей поворозочкой поперечной. И набираем, смотрите, мы набираем две бисеринки на боковую сторону, две бисеринки на следующую поперечную полосочку и две бисеринки на возврат. То есть шесть бисеринок еще раз набираем. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И смотрите, заходим мы, шесть набрали, и заходим вот эти две бисеринки. Вот так. И хорошенечко все это вытягиваем. И смотрите, нам нужно выйти опять вот в эти центральные две бисеринки. То есть мы проходим две и две. То есть мы возвращаемся, вот так идем, вернее, по кругу две и еще две. То есть четыре бисеринки. Хорошенечко подтягиваем. И набираем следующие шесть бисерин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одну лишнюю набрала. Шесть, три, три, шесть, да. И смотрите, мы опять заходим с обратной стороны вот в эти две бисерины. Вот так. И опять мы с вами должны выйти, смотрите, мы должны выйти вот в эти две бисеринки. То есть мы проходим вот эти две боковые и вот эти две, которые внизу. И должны опять набирать шесть бисерин. Ну, я надеюсь, вы до нужной длины сплетете поворозочку эту. Ну, смотрите, не спешите соединять колечко. Мы дальше вместе соединим. Тут еще есть небольшая такая хитрость. Мне пришлось переделывать этот ободок, потому что, когда я стала заделывать вот эти вот пробелы, вот эти пробелы, которые у вас вот здесь, да. Если вы не будете заделывать, то ваша длина, ну, будет определяться именно вот этой цепочкой. Если вы эти пробелы будете заделывать, вставлять сюда бисеринки, то длина ободочка увеличивается, и одно колечко у вас может оказаться лишним. Ну, давайте вы проплетете до нужного нам расстояния, и будем делать дальше. Ну, вот, я связала нужную длину. У меня это получилось 11 колечек, и 12-е будет на добавление, на соединение вот здесь. Смотрите, мы промеряем. Вот так. И я в прошлый раз, когда, ну, примеряла, сделала, да, я сразу вот это соединила. Видите, оно почти хорошо вот осталось буквально доставить по 2 бисеринки по бокам. Вот, но получилось очень длинное. И смотрите, что я делаю тогда. Я все равно, я буду вот эти промежутки между, видите, между бисеринками у нас получились, такие как промежутки некрасивые. Я их заполняю бисером. Вот, поэтому я сейчас не соединяю, а сначала я проплету бисером. Значит, смотрите, что я делаю. Я возвращаюсь в боковую бисеринку, в 2 боковые бисеринки, да, ставлю одну бисеринку и захожу в следующие 2 боковые. То есть мы боковые бисеринки между собой соединяем и вставляем здесь между ними, видите, бисеринку. У нас получается вот такой ровненький край уже. Хотя можно, в принципе, оставить и так, довольно интересное плетение получается. Ну, смотрите, я делаю вот так. То есть я набираю бисеринку и проплетаю до самого конца. Так, ну, я думаю, что с этим заданием вы легко справитесь без меня. Вот, здесь мы, ну, давайте, когда я сюда доплету, мы с вами встретимся. Ну, вот, смотрите, я доплела почти до конца. Вставляю последнюю бисеринку и захожу вот в эти 2, не в 3, а в 2. Вот, прохожу через биконус. Вот, прохожу через вот эти 2 бисеринки. И тут тоже мне нужно вставить 1 бисеринку. И иду таким образом до вот этого места. То есть в каждый промежуток вставляем по 1 бисеринке. Ничего сложного в этом нет. Ну, когда мы дойдем до конца, я покажу вам, как соединить наши колечки. Ну, вот, смотрите, я дошла до конца, вставила в каждый промежуток по бисеринке. И, смотрите, я захожу обратно, не обратно, а вот в эти 2 бисерины, которые наша поперечинка. Так, набираю здесь 2 бисериночки. 1, 2, и захожу в наши, смотрите, вот в эти 2 бисерины, так? Так, прохожу через биконус. Выхожу вот в эти 2 бисерины. Набираю еще 2. И захожу вот сюда, в нашу поперечинку. Хорошенечко подтягиваем. И смотрите, что у нас получилось. У нас остались 2 незаполненных промежутка. Значит, я, смотрите, иду сюда, назад по нашему ободочку. Там, где мы уже проплели с вами, так? Захожу вот сюда, в поперечинку. Видите, уже туго стало. И выхожу, вот минуя ту бисеринку, которую мы только что с вами набрали, вот в эти 2, так? И заполняем последний наш пробел. Мы заходим сюда, вот в эти сразу 4 бисеринки. В биконус. В последние вот эти 4 бисеринки. И завершение нашего колечка. Одеваем последнюю бисеринку. Проходим вот так, в эти 2. Можно подвязать узелочек прямо вот здесь. Допустим, подходим под нитку, которую мы скрепляли вот здесь. Завязываем, допустим, 1 узелочек. Проходим вперед, вот сюда. И завязываем вот здесь. Подходим вот так под нитку опять. И завязываем наши, допустим, еще 1 и 2 узелочка в 1 петельку. Хорошенечко все подтягиваем, обрезаем, поджигаем. Но я уже не буду сейчас этим заниматься. Это вы сделаете самостоятельно. Ну и вот смотрите, что у нас с вами получилось. Вроде бы и материалы не неплохие мы с вами подобрали. Но если сравнивать, допустим, по эффектности одно колечко и другое, конечно, получилась, ну, как бы так сказать, разница очень большая. Вот. А может быть, да, смотрите, черненькие, немножечко мельче бусинки получились. Ну вот. Ну а, в принципе, вот наше колечко на руку как раз, в самый раз. Все, что мы с вами сплели. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова